Что я вам точно могу сказать, что любое даже очень ласковое касание педали означает, что мой дорогой оператор летит к херам. Ну вот, видите, какая красота, просто настоящая кроватка. Вы говорите, Лиса, почему ты перестала замерять с собой объемы багажников? Ребята, вот объем такого багажника хочется замерять с собой. Когда капот автомобиля мне чуть выше талии, я чувствую, да, мой размерчик. Совсем недавно возить автомобили из каких-то других стран было нелепым, потому что на нашем внутреннем рынке предлагались машины практически точно такие же по более интересным ценам. Но, увы, цены у нас сейчас подтянулись. И более того, на локальном рынке, уж простите, импортеры, некоторые машины стали стоить настолько дорого, что, может быть, есть смысл обратить внимание на другие модели, которые на нашем рынке не представлены, но которые, например, могут быть просто отличной альтернативой тому же Toyota Land Cruiser 300 и новому Cadillac Escalade. Ну, собственно, и новому Tahoe, потому что GMC Yukon – это и есть ступень между Tahoe и Escalade. И я вам так скажу, неплохая ступень. Помимо капота, как у 130-го Zilla, он вообще, в принципе, огромный автомобиль. Хотя, если вы рассматривали Cruiser или Escalade, вас длиною в 5,3 метра не удивишь. Но это еще короткая версия. Здесь бывает 5,7, но тогда у него, ну, на самом деле, очень страшный хвост. Мне кажется, если уж брать, то вот это вот гармоничная машина. И обратите внимание, вот здесь вот надпись Denali на двери – это означает топовая, то есть самая шикарная версия. Вопреки существующей у нас обычной традиции про технические характеристики двигателей, все это я расскажу вам немного подробнее. Сейчас давайте нырнем в салон, ну, потому что в нем есть целый ряд интересных фишечек. К примеру, я думаю, что подобные автомобили вы часто видели в американских кино, и на них в основном ездили драгдилеры, бандиты какие-то. Вот сейчас вы понимаете, почему? Потому что вот здесь есть совершенно неожиданно появившаяся нычка. Если в Америке полицейские, я думаю, что в большинстве случаев знают о ее существовании, то у нас, мне кажется, нет. Ну, либо эта функция хороша для того, чтобы подать пивасик для задних пассажиров. В моем случае это водичка с надписью Kia, что символично. Прикольная штучка, согласитесь. Ну, и раз уж мы здесь оказались, капитанские сидения, большое разделение между ними, мониторы. Здесь управление климатом, также что это такое, 220, но нет, здесь американская розетка под 200... Володь, ты нормальный вообще! Сюрприз! Вот здесь вот проход на третий ряд сидений, но, знаете, если вот здесь изофиксы есть, то на третьем ряду их нет. Но если у вас детки, вам это важно. А вот это мне напомнило, знаете, в каком-то мультике был такой робот, которого когда пугали, он такой... И сворачивался в какую-то штучку. Вот это оно. Ну, это, видите, с электроприводом, то есть посредством нажатия одной кнопки, здесь комфортный доступ на третий ряд. А складывается, Володь, ручками, да? Руками, опустой. Так, и дальше. Вот это тоже ручками? Тоже ручками. Тоже? Абсолютно? Да, понятно. Тоже ручками, тоже ручками. Ну вот. Ну и сзади для двух деток вообще вполне нормальное количество места, а здесь вы можете протянуть ножки, даже если вы взрослый человек, вполне можете здесь сесть. Наверху у нас сосочек, вот, да, пристегиваться, что еще, под стаканечки и, о, слушай, это что такое, это Type-C, что это, да, Type-C. Друзья мои, если у вас уже есть машина, то вам непременно нужно ее обслужить. И я вам сейчас подскажу, как сделать это максимально выгодно, и причем эти услуги для вас будут совершенно бесплатны. По первой ссылочке в описании вы переходите на сайт автоспот, там есть запись на ТО. Вы выбираете ту марку, модель, которая вам нужна, заказываете звонок специалиста, и на карте вы увидите, какой из дилеров готов вам сделать сейчас максимально выгодное предложение на обслуживание. Разница действительно может быть, потому что кто-то из дилеров пытается привлечь клиентов, у кого-то и так уже запись. Так что в этом есть абсолютный смысл, особенно с учетом того, что автоспоту вы вообще ничего не платите. Так что не забывайте, хотите записаться на ТО, переходите по первой ссылочке, делайте заявку, специалист вам перезвонит, все поможет, все подскажет. Если же машины у вас пока нет, вы хотите купить новую, тогда вторая ссылочка в описании, переходите по ней, выбираете марку, модель, заказываете, опять же, звонок специалиста, и тоже совершенно бесплатно вам подберут, у кого из дилеров будет самое выгодное предложение автоспот.ру. И сейчас, я думаю, вы уже успели его рассмотреть, и мы для вас снимали уже и Toyota Land Cruiser 300, и снимали Escalade. Вот скажите, в выборе между тремя этими автомобилями, что вы скажете про GMC Yukon, какую вообще машину вы бы выбрали визуально? Ну, даже если пока вы не можете себе ее позволить, из этих трех вариантов, какой самый крутой? Вот что, знаете, для меня странноватое решение, прям странноватое для этого автомобиля. Посмотрите на этот блок. Вы догадались уже, что это? Ну, я думаю, по надписям догадались. Это селектор КПП. То есть, прощай, кочергах. Ну да, это понятно. Кочерга была отчасти устаревшей. Но вот это норм? Я придираюсь? Скажите. Вован, это же порнуха, по-моему, какая-то. А мне нравится. Да? Да. Ну вот, видите, сколько людей, столько и мнений. Короче, кнопочный селектор КПП. У Эскалейда точно не так. У Тахо, по-моему, именно вот так вот. Три мотора и ни одного до налогового. Самый маломощный здесь дизель. Трехлитровый Диуромакс. 281 лошадиная сила и 623 ньютон-метра крутящего момента. У топовой Денали 6,2 литра, 426 лошадиных сил и такой же крутящий момент. Ай, обожглась. Есть еще 5,3. Это средняя версия. И там будет 360 сил и 519 ньютон-метров момента. Что я вам точно могу сказать, что любое даже... Даже очень ласковое касание педали означает, что мой дорогой оператор летит к херам на третий ряд. Да, сам того не желаю. Случайно пересаживаются на третий ряд. Просто очень нужно аккуратно, по крайней мере, поначалу работать с педалью газа, потому что... Ну, потому что машина очень буйная. Это топовый мотор. И, конечно, если брать, наверное, все же дизель. Хотя ни с каким дизелем вы не получите вот такую вот шикарную версию. Ведь этот топовый мотор и эта версия, они большие друзья. Они неразделимо существуют друг с другом. Поэтому придется чем-то жертвовать и брать машину попроще. Ну, а смысл тогда? Очевидно, когда вы покупаете такой автомобиль, вы состоятельный человек, который, наверное, хочет все и сразу. Под капотом, несмотря на то, что мотор большой, еще полным-полно места. То есть вы легко здесь можете еще пожарить барана. Также обратите внимание, что мотор, он сдвинут в сторону оси. То есть он, ну, по сути, он расположен на уровне оси и немного дальше за осью. Хорошо, наверное, для развесовки. Также в этом поколении Yukon радиаторы увеличились по размеру, а также добавили дополнительную помпу, которая расположена где-то вот здесь. Но честно, я это не сама придумала, это мне подсказал Дима Сипайло, владелец сервиса Chevy Plus, у которого мы, собственно, и снимаем эту машину. Это отличное обслуживание для Cadillac, Chevrolet и так далее. Короче, больших американских и не очень больших американских машин. Так что возьмите себе на заметку и спасибо этим парням за то, что дали мне поснимать вот эту машину. И раз уж здесь стою, обратила внимание на нелепые катафотики в бампере. Это чисто американская тема, и я не очень понимаю вообще, зачем это нужно. Потому что, ну, как мне кажется, эти катафотики, они могут очень быстро подстрадать от камушков, которые будут лететь из-под ваших колесиков. И дальше, ну, очень-очень некрасиво, когда в вашем бампере такой огромной, красивой, явно дорогой машиной будет вот эта вот подбитая пластиковая штука. То есть, ну, так, парочку закажите на всякий случай, чтобы в карманчике были. Комфорт и плавность хода супер просто нас так покачивает, приятно. Так, что ты там живой? Смотри, смотри, знаешь, еще что прикольно очень, что мы, обратила внимание, как мы четко повернули. Уж не думаю, что здесь причина тому изменения в задней подвеске, но, опа, достойно. То есть, она прям хорошо-хорошо слушается руля. И, представляете, мне рука тянется за кочергой, но нет. Так, сдаем назад. При любом чуть более активном нажатии на газ на повороте у вас подвизгивают колеса. Ну, потому что моща, эту мощу нужно контролировать. Вот, и сейчас любое неловкое движение, вон те вот цветочные клумбы, окажутся у меня в моем межколесном дифференциале. Если вы понимаете, о чем я. Выезжающие пороги. Это привилегия дорогих версий Юкона. Красиво, удобно. Ну, не знаю, я ими практически не пользуюсь. Хотя, кому я вру? Кто тогда затоптал этот порог? Конечно же, я остановилась на него, безусловно. Ну, просто его нужно регулярно обслуживать. Без него и ломаться нечего. Ну, эффектно согласитесь, что важно и нужно знать, в Юконе, в этом поколении, значительно переработана ходовая часть. И в первую очередь это касается задней подвески. Решила поднять и показать вам машину, потому что по ходовой части здесь много интересных изменений. Да и, в принципе, конструктивно некоторые моменты я вообще никогда в жизни не видела. Хотя, вы же знаете, я видела много автомобилей. Так вот, она осталась рамной. То есть, каркас, основа, рама никуда не делась. Но, впереди изменений меньше, чем сзади, но они, в принципе, есть. Наконец-таки, здесь в базе четырех поршневые суппорта. Дальше, вот, обратите внимание, вот там у нас есть суборван. Я вам на нем сейчас покажу. Здесь эксцентрики для регулировки сход-развала. Вверху, вернее, на нижнем рычаге, вот они вверху, хорошо видны. А там, там, вон, вот они. То есть, здесь, видите, на верхнем рычаге это было, там ушло на нижний рычаг. Пойдемте. Здесь также у нас пневмобаллон. То есть, раньше ставились магнетик райды, в лучшем случае. Вон они, опять же, у Субарбана их вам. Это, по сути, предыдущее поколение. Вот они, видите, магнетик райды. Здесь самое, что ни на есть, настоящая пневма. И раньше пневма в хороших комплектациях ставилась только на заднюю ось. И максимум, что она могла делать, это при загрузке стабилизировать положение автомобиля. То есть, чтобы не снижался дорожный просвет. Сейчас здесь есть регулировка дорожного просвета. То есть, стандартная пневмоподвеска со всем ее функционалом. 10 сантиметров может быть ход пневмы. Дальше, что здесь еще интересного. Ну, здесь совершенно иначе выглядит стабилизатор. То есть, он, в принципе, другой по сравнению с предыдущим поколением. Дальше. Поехали, поехали назад. Эта же машина, она может быть, в принципе, заднеприводной, в случае, если это простая комплектация. Раньше здесь топ-подвески был магнетик райд. Сейчас, по-моему, air ride control он называется. Ну, то есть, еще более продвинутая ее версия. И вот, посмотрите. Вот эта вот траверса, это летая часть. Вот, она не прикручена. Это летая часть вместе с рамой. Вот она где идет. Ну, вот нижние рычаги, соответственно. Вот, теперь, видите, такое устройство подвески. То есть, получается, если раньше эта машина была, ну, очень валкая, такая туповатая по езде, то сейчас она, по идее, должна ехать лучше. Тяжело сказать мне точно, каким будет расход на этом автомобиле, потому что здесь же внедрили новую, просто супер продвинутую систему. Американские инженеры поставили на эти двигатели. Здесь, при необходимости, рабочими остается лишь два цилиндра. И есть такая байка, что здесь расход будет чуть ли не 12 литров на сотню. Ну, если не давить бесконечно на гашетку, конечно. На месте водителя, вот, центральная торпеда и все, что вы видите, оно, безусловно, очень крутое. По крайней мере, вот в этой модификации топовой это все классно выглядит. Но, и раз уж мы с вами начали проводить параллели с Эскалейдом, то относительно Эскалейда попроще. Это, скорее, ближе к хорошему Тахо. Если мы говорим про Toyota Land Cruiser, то сравнимо, чуть-чуть по-другому, точнее, совсем по-другому, но сравнимо. По качеству материалов, вот само качество кожи, например, очень хорошее. Причем это реально кожа, а то, что кажется вам деревом, оно на самом деле деревом и является. Единственное, вот, некоторые решения, я не знаю, поправьте меня, может быть, у меня какая-то больная фантазия, но вот эта вот строчка крестиком, она мне напоминает какие-то кадры из фильмов ужасов, где вот так вот там какую-то человеческую кожу сшивали. Не знаю, не знаю, но вот, правда, у меня есть такие ассоциации. А вот этот вот огромный центральный подлокотник посередине, он мне напоминает просто принтер, многофункциональное устройство у меня дома. Но это то, к чему привыкли люди, которые покупают себе Тахо. Солиднейшая руль, аналоговая приборка, на которой вот такие вот цифры просто все классно видно. Посредине большой дисплей, изображение самой важной информации, которое тоже, кстати, здесь хорошо видно. Мультимедийной системой у дорогих машин сейчас никого не удивишь. Я бы даже сказала, что в этом автомобиле она, ну, как-то, наверное, немного попроще, чем у машин в этом же бюджете. Но она хорошая, просто хороший экран с отличным быстродействием, с прекрасным разрешением. Это я вошла в меню, в котором можно настраивать буксировку трейлера. О, давайте качество камеры оценим. Такая немножко пересвеченная, так вот у китайцев бывает, слишком яркое отображение. Но разве что вот эта стоит, можно сказать. В остальном она, ну, классная. Вот этот вид, я так понимаю, что в районе фаркопа. Вот это у нас боковая камера. Это впереди автомобиля. Это общий вид сзади. Кукусики. У нас сейчас все разложено. И в таком случае у нас с вами остается багажничка, ну, буквально на пару крупных чемоданов. Но на самом деле, знаете что, я вот на Тигуане сейчас приехала. И, ну, больше, конечно, багажника-то, я так шучу. Но я ждала, что, короче, что он будет меньше. А здесь же есть еще длинная версия. И вот отсюда, видите, прямо из багажника я складываю сидение. Процесс может идти в обратную сторону. То есть никаких вам ручек, все автоматизировано. Вот. И дальше. Опа! Вот этот вот сюрприз, который я осуществил Вован во время съемки. Опа! Можно осуществить из багажника. И знаете, что мы не продумали? У нас здесь лежит на заднем сидении что-то. Сейчас я это достану, и вы увидите, что здесь прекраснейший ровный пол. Ну вот, видите, какая красота. Просто настоящая кроватка. Вы говорите, Лиса, почему ты перестала замерять с собой объемы багажников? Ребята, вот объем такого багажника хочется замерять с собой. А что там замерять там в каком-нибудь маленьком кроссовере, кое-как сейчас просто засилие на рынке? Ну, нефилая такая-то. Да тут будка, тут будка вообще, да тут жить можно, посмотри. Реально тут жить можно. Вот шутки шутками. А, и что это было? Сосочек. Шутки шутками, смотри. Понимаешь? То есть я здесь просто могу жить. Когда я мужа своего окончательно достану своими съемками, он меня выгонит. Меня прийти тьюка. За 10 мультов можно и квартиру в Москве. Там по простору не будет. Надеть баба. Ой, господи. Туда, наверное, не полезем. Да, какие-то страшные. Ага. Ручки-то нету. Не ручки-то нету. И машинка-то большая. И поэтому я думаю, что я буду сдавать назад, при этом поглядывая. Вот слушай, вот ты посмотри. Вот я говорила, да, сидели мы. Было яркое солнце. Я говорила, что камера хорошая, но она как-то слегка более... Чуть более контрастное изображение, чем хотелось бы. Но нет. Вот сейчас мы сдаем в тени. Посмотрите, какое крутое изображение с камеры. И только что у нас рядом была вот та машина. И мне об этом сообщило переднее сидение, провибрировав мне в попу. Ну, хорошая опция. Ну, собственно, ровно точно так же, как это есть у Escalade. И этот причудливый селектор у нас управляет десятиступенчатой новой коробкой передач, которая разработана совместно с Ford. Когда-то я к этому привыкнула, да. А вот это мануальный режим. Представляете, вы едете и передачи переключаете плюсом-минусом, если вы хотите в ручном режиме поехать. А что такое у меня с телефоном? Экстренный вызов. А он лежит, просто никого не трогает. А почему у него экстренный вызов? Перегрелся. Да, слушайте, реально. 40-я улица. Он перегрелся. Поразительно. Переключение этой коробки я не чувствую совсем. У нас здесь особо нет возможности разгоняться, потому что машина пока без номеров. Но все же, видите, я и немного разгонной динамики смогла прочувствовать. Здесь все-таки я езжу, то есть я чувствую автомобиль, я могу вам передать свои ощущения. Нет никаких переключений. То есть она работает очень плавно, мягко. И все, вот с точки зрения работы коробки, все классно. Молодцы, что не экономят. И на основные функции оставили крутилки. Регулировка климата, пожалуйста, крутилками. Скорость обдува вентиляторов. Здесь увеличение громкости. Это мы бегаем по меню. Пожалуйста, сенсорный дисплей. Прекрасно работает. Но если хотите, пользуйтесь вот здесь вот крутилочкой. Дальше некоторые кнопки по базовым функциям тоже они оставлены именно кнопками. Подогревы там и так далее. Обдувы. И это классно. Ведь когда автопроизводители начинают нам вешать то, что сенсорные дисплеи это просто очень модно, это очень круто и современно. Я вам открою секрет. Сенсорные дисплеи, они намного дешевле в производстве, чем вот такие вот вещи, чтобы сделать их красивыми и качественными. Ну, здесь я бы сказала, что они такие, из дешевого пластика. Но я прощаю им это, как я думаю, прощаете и вы. Потому что крутилки, это просто удобно. Просто удобно. Я приехала сюда на Тигуане, на последнем. Я вам скажу, что вот эта вот порнуха, там вот это вот пальцем туда-сюда дрюканье, это вообще ни в какие рамки не лезет. Боже, что здесь только нет. Феррари, Ламборгини, Порше. И я тут на Юкане. Да я вас поперек могу переехать на ваших Ламборгини. Ха-ха-ха-ха. Как вы шутила, да? Если чуть более подробно остановиться на этой продвинутой подвеске Air Ride Control, то для чего она же? Во-первых, она отвечает за комфорт езды. Во-вторых, для комфортной посадки машина приседает на... 15 миллиметров буквально. Ну, в-третьих, регулировка дорожного просвета 10 сантиметров плюс-минус. Поддерживается стандартный дорожный просвет вне зависимости от того, насколько вы нагрузили этот автомобиль. Ну, и на высоких скоростях машина чуть-чуть приседает, но в режиме бездорожном она немножко приподнимается. Здесь подстаканнички, традиционно для американского автомобиля. Здесь будет много подстаканничков, много ниш. Вот здесь вот беспроводная зарядка под телефон, USB-разъем, разъем Type-C. Пожалуйста, 12-метового воздействия. Короче, если говорить об удобстве этого автомобиля, как вот, знаете, машина ездить, путешествовать, вот все везде, куча нычек, тролли-вали в дверях, вы посмотрите, сколько кармашков. Вот круче, чем в Газели в новой. Короче, как американские машины обычно и бывают, все для вальяжного американского господина, который может приобрести себе автомобиль за 130 тысяч долларов, вот все здесь это есть. Диодная подсветка квадратом и отличная просто по качеству диодная оптика. Знаю, потому что эту машину снимали в ночи мои коллеги и присылали мне просто видео, потому что часто было такое, что в американских автомобилях цвет полная фигня. Поэтому проверяли вечером, не я и не на этой машине, она точно такой же. Свет, правда, хороший. Ну и посмотрите, вот именно вот этой вот модификации Denali, в ней будут 22 колеса. Не дешевые, я вам скажу, да и сама машина ни копейку стоит. Далеко не у всех машин есть вот такая вот потолочная консоль, которая в данном случае многофункциональная. То есть здесь, я вам показывала, уже можно управлять движением, слайдером вот этого центрального подлокотника. Также мы сейчас, ну вот, закрываем крышу панорамную, но это, наверное, вас не удивит, опять же. А вот управление сидениями задними вот отсюда, это интересная тема, потому что, вон, смотрите, здесь получается, что я могу делать то же самое, что я могу делать из багажника. Хоп, причем и в одну, и в другую сторону я могу и раскладывать, и складывать. А также вот отсюда, смотрите, я могу управлять открытием багажника. И я могу, например, в случае, если у меня потолок в гараже низкий, поставить открытие на три четвертых. Открываю, закрываю тоже вот отсюда. Удобно, америкашки, конечно, умеют сделать себе вот такие вот фишечки интересные. Ну и в заключение, ребята, хотела поблагодарить компанию Автопремиум Групп. Они предоставили нам эту машину при содействии Шеви Плюс. И они занимаются привозом автомобилей из США и Канады, так что им большое спасибо. Вот эта машина у них продается. В России со всеми уже уплаченными пошлинами и дополнительными затратами вот здесь уже, в Москве, эта машина обошлась в 136 тысяч долларов. 10 с лишним миллионов рублей. Всего-то навсего эта квартира в Москве. Но если вы рассматривали такие автомобили, как Escalade и Kruzak, вас этой ценой, я думаю, не удивить. Но просто сейчас вы знаете, что на рынке есть еще вот такой вот интересный автомобиль, который просто у нас официально не представлен. Целую, обнимаю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok